С приказа быть вежливыми и соблюдать права горожан начинается профилактический рейд сотрудников ГИБДД. Полицейские отправляются на дороги города. Проверять будут не только наличие документов, но и состояние водителей. Они создадут специальные остановочные коридоры, которые будут огорожены конусом. И проверят массового водителя на признаки опьянения не только алкогольного, а также наркотического и психотропного. В этот раз зоной повышенного внимания стало Нижнеростинское шоссе. В районе отворотки на улицу Александра Невского инспекторы организовали пост. Того, кто пытался схитрить и повернуть раньше, тоже ждал сюрприз. Полицейские признаются, что со временем начинаешь чувствовать нарушителя. Нетрезвых или водителей без прав определяют с первого взгляда. Есть определенные признаки. Даже если банка пива, все равно остается запах. Плюс покраснение лица, то есть щеки. Человек начинает метаться. То есть, когда ты ему задаешь определенный вопрос, то есть, выпивали вы сегодня, как себя чувствуете. Он начинает метаться, волноваться. То есть, по поведению человека можно увидеть, что человек волнуется. И тогда его уже досматривают, нюхают, проверяют. Через несколько часов автоинспекторы отправляются в патруль по улицам. Проходит совсем немного времени, и на глаза им попадается подозрительный автомобиль. Справа останавливаем саппорт. На заднем сиденье девушка, которая возвращалась с праздника. Именно она обратила на себя внимание инспекторов. Сам водитель трезв. С документами у него тоже все в порядке. Пока полицейские заканчивают формальности, приходит сообщение, что другой патруль задержал мужчину без прав. Вдобавок ко всему, от северяйной сильно пахнет алкоголем. Поднесу вам, начинайте дышать, прибор зафиксирует. Дуйте, пожалуйста. Дуйте, 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 дуйте. Хорош. Все. Идет анализ. 0,608. Установлено состояние алкогольного опьянения. По словам инспекторов, автолюбители это уже не первое подобное нарушение. Однако сам мужчина виновным себя не считает. На эту тему можно долго разговаривать, если честно. Сел, не сел, приехал, не приехал, привезли, не привезли. Давайте дождемся результатов всего этого дела. А ваша версия тогда какая? У меня версии нет никаких. Документы на мужчину сотрудники передали в суд. За нарушение ему грозит серьезный штраф, обязательные работы или временное задержание. Всего за время проведения операции «Нетрезвый водитель» мурманские автоинспекторы зафиксировали 4 случая вождения в нетрезвом виде. 2 выезда на встречную полосу и 6 нарушений, связанных с проездом на красный свет. Ленин Скоратов, Владислав Хрущев, ТВ, 27+.